слава господу приветствую вас дорогие друзья пусть бог благословит каждого из вас верю что сегодняшний день он имеет для себя благословение для нас для тех кто следует за богом я верю что это наше движение естественно каждый день это то что мы претендуем на манну от бога на слово для себя в каждом дне и знаете прежде всего на пусть бог мне поможет делиться тем что бог ложит на мое сердце с каждым что сердце сегодня открыто и и тот кто видит во мне как сеятеля тут кто вам не видит своего пастыря и сегодня хочу поговорить на одну такую тему на мой взгляд она поднимается неоднократно во все времена она даже подымалась апостолом павлом это способности знаете как быть в единстве быть в единстве а то что нам помогает быть в единстве это знаете как понимание того что у каждого есть откровение даже каждая церковь она имеет свое откровение как-то недавно общаясь с одним служителем мы разговариваем ты знаешь у каждой церкви есть свое откровение бог каждую церковь ведет своим путем вот каждую церковь поэтому каждая церковь она будет иметь свой характер свой свою манеру то есть вот свою культуру и хорошо можно увидеть это на примере 12 колен израилева каждое колено она имела своего как патриарха и каждое колено она имела свою такую из свою историю свою жизнь свою жизнь и каждый из них он должен был считаться с другим почему потому что понимая вот эту связь через которую будут восполняться те нужды которые могли бы как которые должны восполняться даже когда мы смотрим на книгу откровения последние не последние первые главы послания которые иисус дает для церкви мы можем увидеть что каждой церкви было адресовано свое послание почему потому что каждая церковь жила в своем своем откровении даже своих каких-то определенных проблем поэтому послания которые которые звучали для там ефесской там пергамской было они отличались друг от друга единственное это тот кто был имел это послание это иисус для этих церквей и это послание было адресовано для каждой дельной церкви почему то что каждая имела свою жизнь точно так же и сегодня каждая церковь она имеет свою жизнь она имеет свое видение и вот очень важно очень важно прийти к этому понимание для того чтобы себя сохранить меньше наговорить и знаете как способность была принять кого-то почему потому что бог таким образом устраивает что будет все равно нужда в друг друге в друг друге поэтому никогда не торопитесь никого обижать лучше имейте смирение кого-то с кем-то согласиться признаться в том даже люди могут исправлять вернее ошибаться но я хочу сказать бог в состоянии каждого исправить первого коринфянам 4 глава я прочитаю несколько стихов для того чтобы знаете как увидеть вот целостную картину это то о чем апостол павел говорил почему говорю что во всякое время нужда мы нуждаемся в этом напоминании для того чтобы сохранить себя от превозношения над кем-то потому что всякий раз когда мы кого-то начинаем судить мы над этим мы начинаем над кем-то превозноситься не понимая может причины почему это происходит или почему это так вот есть и так пусть видят в нас слух христов это первый стих я читаю современный перевод и так пусть видит на слух христа которые поручено возвещать тайны то есть апостол павел не говорит лично о самом себе а он говорит обо всех то есть обобщает он говорит как как к которым по поручено возвещать возвещать тайны говорить тайны поэтому у каждого есть свое понимание то что нас объединяет это христос но у каждого будет откровение у каждого будет понимание которым будет это связано с видением или со способностью проповедовать что-то доносить каждый будет иметь свою способность и но каждый каждый даром то что он будет делать он будет доносить тайны бога то есть откровение которое касается этого времени или будущего времени или вот нас или к определенной какой-то ситуации это что от каждого он дальше горит от каждого требуется верность когда бог мне что-то открывает и мне дает какое-то понимание касается какого-то слова которое я должен провозгласить сказать для церкви или даже касается видения то я понимаю то что от меня требуется от меня требуется это верность это то что бог ожидает чтобы ты был верным что ты не мог сказать вот послушай а это тот говорит а то так вот поступает я видел уже с опыта это то что многие люди пытались что-то или кого-то копируя ездили за помазанием ездили еще за каким-то вещами не пытались это брать потом применить в своем службе они там манера поклонения там манера прославление манера проповедование для дома давания и или еще что-то и как результат рано или поздно это просто приводило к к тупику приводила людей почему потому что каждый из сослужителей он призван проповедовать тайну которую бог будет давать ему это будет касается видения это будет касаться откровения которое непосредственно будет касаться тех людей которым необходимо будет послужить поэтому если кто-то меня сегодня слышит дорогие придите к тому что бог вам открыл как служителю придите к пониманию то что бог мне открыл как допустим человек который находится в церкви принес пастырь какое-то откровение принял ли я его нахожусь ли я в этом откровении чтобы не получилось так как у моисея с израильным сколько людей вышло следовало за ним а пока по концовке дошли только некоторые и даже моисей сам не попал почему то что не до конца был верен тому откровению которое было дано ему то что он должен был точности исполнить исполнить и быть верным в этом меня меньше всего волнует что меня будут будете судить вы или любой другой человек человеческий суд я даже сам о себе не сужу потому что в любом случае знаете чтобы мы не делали даже если это будет правильно в глазах людей всегда кто-то будет найдется тот кого это будет не устраивать а ты неправильно делаешь или ты там еще что-то это тоже самое то что было у апостола павла он говорит будут судить но я сама себе не сужу почему но что мое одно желание быть верным в том что бог не открыл и это что я должен делать на сегодняшний момент и мы можем увидеть что плод апостола павла он и сегодня для многих из нас является знаете как таким большим благословением а громадный а громаднейшим благословение почему то что цель в его жизни было это быть верным тому что бог его от открыл потому что будут судить будут судить и этот суд будет с той целью для того чтобы склонить или принести какое-то сомнение или разрушить или или даже знаете как и испытать даже испытать на на верность потому что когда мы в чем-то в чем-то малом мы становимся мы остаемся верны послушайте даже то что мы можем сегодня терять там друзей там еще что-то или людей которые не захотят разделить видение то мы должны помнить что благословение она в любом случае в нашей жизни она зависит от бога и важно быть для него верным чтобы не остаться в болоте там фарисейства саддукийства или каком-то религиозном болотце остаться просто выполнять какую-то форму что мне кажется жить в какой-то религии это будет это будет очень тяжело а понимаю то что когда ты как бы верен в понимание который бог дал тебе даже будет тяжело но в этом будет благодать потому что разница в том что тяжело всегда будет но когда божья благодать она нам как беспоспешность это нам помогает это намного лучше когда ты идешь не послушание и тогда тебе тяжело вот вот это самое ужасно хотя на моей совести ничего нет это еще не знаете что я тем самым оправдан но судя мне господь так что ничего не выносите ничему не выносите приговор доврения пока не придет господь он и выведет все на сверху что скрыто во мраке и сделает явным даже тайные помыслы вот тогда каждый получит от бога свою похвалу и вот здесь на мой взгляд очень важно иметь это понимание что не торопитесь выносить суд не торопитесь в адрес людей что-то высказывать почему потому что есть тот кто имеет правильный суд время придет когда все оно вскроется и все будет как оценено с самим богом поэтому не пытайтесь оценивать кого-то правильно неправильно поехал сделал там нет это не торопитесь оценивать чтобы не попасть в какой-то не попасть даже самому в какую-то проблему перед перед богом последнее время как бы часто прихожу к ветхому завету и вот то что была такая проблема с людьми когда приходило слово божие от кого-то по-разному реагировали на это слово когда но и говорил о том что будет потоп то что делали над ним просто смеялись они смеялись тем самым выносили какой выносили суд почему то что им казалось о каком дожье может идти речь когда тут вообще никто не знает что такое дождь но человек имел откровение он имел видение от бога строить ковчег и то что он делал он исправно все время это строил ковчег и время пришло когда пришел этот время такое время когда небеса открылись и бездна открылась и вода начала наполняться и тогда для многих это оказалась трагедия поэтому давайте будем набираться знаете как смирение и понимание того считаться с каждым с каждым человеком имеешь свое мнение имей его имей его и пусть это мнение оно не будет там знаете как ломать счеты мнения или еще что то на как на кого-то влиять потому что мне кажется это сегодня время когда бог многих из нас он научает дает такую приводит ну как бы к зрелости каждого иметь вот эту способность притормозить своими устами в какие-то определенные моменты для того чтобы себя сохранить и знаете как и будущее свое сохранение поэтому пусть бог каждому даст мудрости каждому даст благодать знаете лучше давайте будем поощрять людей к добрым делам вот это самое лучшее что ободрять дарить надежду помочь выстоять вере я думаю что это будет всегда лучшим благословением что многие вещи которые звучали как суд то что они принесли они принесли много проблем в нашей жизни в жизнь церкви в жизнь верующих людей сколько людей которые приткнулись из-за того что кто-то имел свое мнение в разрез того что ты допустим слышал это обернулось просто как такой большой трагедии поэтому пусть бог каждого хранит и помните мы всегда будем жить в то время когда кто-то будет не согласен не согласен с нашим пониманием ну пусть это будет их не не согласия а нам важно сохраниться если тебе вести бог открыл слава богу пусть так и будет потому что мне кажется жизнь человека она не должна верующая человека она не должна руководствоваться какими-то эмоциями амбициями она должна руководствоваться откровением от от бога словом от бога она должна этим руководствоваться жизнь каждого из нас она должна это нас должно руководить не так что вот я пойду буду делать это в какие-то ключевые такие моменты или все, я там ухожу, почему ты уходишь? Ну, потому что я с этим не согласен. Не согласен? Окей. А что Бог в данной ситуации сказал тебе? Что Бог дал, сказал тебе? Потому что мне тяжело, все, я это оставляю. А что Бог в данной ситуации сказал лично тебе? Поэтому пусть Бог каждому даст способность сохранить себя и, сохраняя себя, мы сохраним то, что Бог нам доверил. Поэтому с любовью, с миром Божиим. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok